О том, что стоит предпринимать российским частным инвесторам и тем, кто интересуется валютой, мы поговорим с Марком Гойхманом, ведущим аналитиком группы «Компания Телитрейд». Марк Моисеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Марк Моисеевич, стоит ли людям, которые неискушены в валютном рынке, следовать за Минфином или ЦБ? Покупать доллары или наоборот? Я думаю, что не стоит. ЦБ свои приоритеты, свои возможности. А вот то, что касается Минфина, то думаю, что есть смысл в том, чтобы при снижении курса доллара к рублю, скажем, до 61, может быть, на фоне улучшения ситуации геополитической после или в результате встречи двух президентов. А вот скупать доллары в большей степени, видимо, Минфин это будет увеличивать в июле-августе скупку валюты, потому что по бюджету правил увеличивается цена нефти. И, соответственно, есть больший спрос на доллары от 61. Предполагаю, что есть смысл покупать с целью куда-нибудь 64-65. А то, что касается изменения структуры резервов, ну вот ЦБ продает евро совершенно справедливо, считая, что инвестиции в доллары, скажем, в отличие от евро, приносят более высокую доходность в связи с дифференциацией политики двух центральных банков. А то, что связано с юанем, ну для рядового человека очень сложно покупать юаня. А для ЦБ, предполагаю, что динамика вложений в азиатские валюты сейчас в юане будет тоже возрастать. Мы уже говорили о том, что по итогам 2017 года доля юаня существенно увеличилась по сравнению с тем периодом, когда он стал резервной валютой. То есть там был 0,1% буквально в резервах в 2016 году, а сейчас уже намного выше. И с учетом дифференциации политики ЦБ и вложений в разные валюты, мы будем видеть увеличение доли юаня. Для рядовых граждан это вряд ли что-то поменяет, потому что юаня достаточно закрытая валюта, и если нет возможности ее тратить, то и нет, соответственно, необходимости покупать в расчете на рост этого курса. Ну и то, что связано с золотом, в золотовалютных резервах увеличивается доля золота, в отличие от доли валюты. То есть если мы рассматываем валютный портфель ЦБ, то он снижается по доле по сравнению с золотом. Золото занимает же более 20% в золотовалютных резервах, тогда как совсем недавно это было около 17% в начале 2017 года. С этой точки зрения, ну, золотые счета, металлические счета, может быть, можно было бы и порекомендовать гражданам, но там слишком сложная система и слишком тяжелое налогообложение, поэтому не думаю, что будет это перспективно для обычных граждан. А вот покупка доллара в меньшей степени евро, ну, в качестве дифференциации, возможно, то лучше доллар, если будет возможность. Спасибо вам. Марко Эхман, ведущий на анализе группы AmityTrade, был с нами напрямую.